всем привет друзья меня зовут сергей с вами видеоблог сварщица екатерина сегодня мы приехали в лабораторию альтернативного напитка или альтернативного молока компании 5 с когда-то эти ребята а точнее девчонки это они катя поразили меня 28 марта датирован мой пост где я выделил это молоко тогда я подумал что что это за молодые дерзкие такие вкусные чем я тестил и от еще постоянно различные напитки альтернативные до различных брендов и вот тогда была бутылочка на очередном тесте что от миллилитров которая просто уделала всех удела всех на столе в плане вкусов плане качества в плане взбиваемости синергии с кофе я подумал вау через какое-то мы с ними связались я снова начал делать тесты и просто напросился девчонкам говорю можно приедем посмотрим как у вас получается такой замечательный напитка не сказали конечно же поэтому мы здесь калужское шоссе r&d лаборатория или просто я называю производственная лаборатория здесь у них небольшой цех здесь они делают различные заготовки у них еще большой завод но здесь именно делают заготовки и сегодня кстати будет уникальная возможность как создается фундучное молоко это будет новое молоко в их линейке сейчас у них получается миндальная кокосовая банановая и вот будет еще фундучная в общем я поражен вкусом поэтому мне не терпится посмотреть как же все это у них здесь производится в нашем блоге уже был ролик про альтернативные напитки мы летали в петербург снимали пашзавод вели но в плане вкуса и качества конечно файф с это нагло выше поэтому интересны как у них будет здесь все устроено ну что смотрим хватит вступления пойдемте знакомиться с девчонками и смотреть производство погнали ну что идем по коридору девчонки ждут уже меня на кухне а вот они девчонки привет привет аня привет катя все самые две замечательные девушки которые изображены на упаковке five yes во-первых огромное спасибо что вы приняли меня в вашей лаборатории потому что я напрашивался ко многим производителям альтернативного молока но почему-то не все вот такие открытые не все-таки позитивные не хотят показывать какие-то свои и рассказывать свои секретики здорово что вы такие открытые что у вас такой продукт ну все с меня хватит я передаю микрофон вам сейчас будете рассказывать привет я катя бушкина я один из основателей проекта 5 yes отвечаю в нашей команде за закупки и производства привет я не давидова я в нашей компании тоже основатель и я в нашей компании отвечаю за развитие бренда и сегодня мы рады вас приветствовать в нашем инновационном центре мы его называем r&d центр либо лаборатория инновационная где мы разрабатываем самое главное это наши рецепторы мы здесь разрабатываем мы здесь тестируем на маленьких партиях здесь мы подбираем ингредиентов здесь мы тестируем поставщиков здесь мы тестируем технологический процесс и уже после того как все готово как все это нам понравилось тогда уже только мы запускаем наш продукт на большом заводе на линии тетра бака что очень важно что тот продукт который уже есть на полках или которые есть в кофейнях это то что идет уже с большого с крупного завода здесь в нашем лаборатории происходит только разработка но по сути это наверное ядро сердца родным именно с этого всего собственно говоря и начинается поэтому рады вас приветствовать пойдемте дальше начнем сейчас мы с вами заходим в такую буферную зону то есть это называется серая зона где мы отделяем там где мы можем ходить как вы видите без спецодежды и будем переодеваться для прохода в чистую зону переодевание сергей мы начинаем сверху до низа обязательно обязательно сначала шапочка потом набородник потом халат и потом переобувка кратко расскажу о производственном процессе на нашем маленьком пилотном заводе на нашем рнд-центре все происходит как за правду то есть все оборудование абсолютно настоящие не игрушечные просто но маленькая давайте вместе с вами посмотрим путь продукта как продукт проходит весь технологический процесс сначала происходит смешивание продукта здесь участвует диспергатор насос это все что помогает продукту максимально всем всем ингредиентам смешаться в одну единую массу дальше этот продукт попадает в емкость емкость закрытая герметичная после этого продукт поступает в пастеризатор и гомогенизатор там разбивается жир она мелкие молекулы и продукт пастеризуется при температуре 135 градусов что позволяет ему максимально долго сохранить свой срок годности после этого продукт шоково охлаждается с помощью генератора ледяной воды и подается на пособку все уже по закрытым трубам сегодня мы в нашем радицентре делаем новинку отрабатываем очередной тест новинки напиток фундук для бариста мы уже внесли сюда все ингредиенты необходимые для теста и остался последний самый сладкий самый вкусный ингредиент сироп топинамбура сейчас будет один из этапов производства это внесение ингредиентов для того чтобы вся масса перемешалась и было абсолютно равномерно здесь мы используем дизбергатор и воронку для точного внесения нашей компании мы большое внимание уделяем ингредиентам потому что это по сути сердце нашего продукта мы в нашем рэнди центре работаем над интересными формулами которые помогают сделать наш продукт идеальным для сочетания с кофе вот один из таких ингредиентов а точнее микс ингредиентов это сочетание соевого и горохового белков вот сегодня мы хотим вам рассказать и рассказать что такое гороховый белок и чем он интересен вот так выглядят ростки горохова гороха это всем знакомый нам горох а это собственно говоря уже результат это что мы используем для нашей продукции это гороховый белок мы сотрудничаем с компанией уралхим инновации это компания которая запустила в россии пилотный завод по производству горохового белка высокого качества что такое гороховый белок высокого качества это тот гороховый белок который максимально очищен и у которого высокое содержание белка у которого нету фнот у которого хорошая растворимость продукции другие свойства которые необходимы для подобных напитков вот гороховый белок уникален тем что это белок который антиаллергенен и это белок у которого сбалансированная формула аминокислот это полезный источник белка и один из лучших источников растительного белка для нашего организма вот теперь вы знаете как это выглядит производственники другие не дадут мне соврать но самое сложное на любом производстве это стабильное качество продукта сохранять качество от партии к партии для того чтобы быть уверенными в том что мы произвели хороший готовый продукт и что он не меняет свои свойства протяжении всего срока годности у нас внедрена система контроля качества отслеживания качества мы проверяем любой тестовый продукт и любой продукт который же сделан большой партии на соответствие нашим критериям что именно мы отслеживаем мы смотрим на уровень кислотности замеряем его с помощью ph метра дальше мы оцениваем цвет что он у нас соответствует нашим стандартам плотность насыщенность вкуса это обязательно идет дегустация продукта не одним дегустатором аромат ароматика не должна меняться не должна деградировать с течением срока годности гомогенность текстуры это должна мы протестируем продукт в прозрачном стакане а также смотрим его еще через рефрактометр да по поводу там сухих веществ на что текстура однородная ну и качество упаковки наши естественно которая должна сохранять всю весь про весь продукт весь срок годности а срок годности у нас год упаковка должна быть четко четко запаяна швы должны быть ровные крышка должна легко открываться и так далее поэтому здесь подчеркну что мы продукт отслеживаем не только когда он произведен но и на протяжении всего года его жизни так как наш продукт разработан специально для бариста для профессионалов то помимо стандартного отслеживания качества мы еще тестируем его потребительские свойства потребительские свойства каждой партии внешний вид продуктов чашки в сочетании с кофе как наша ароматика меняется в сочетании с конкретным кофейным зерном баланс с кофе что немаловажно качество и устойчивость пены и мелкодисперсность и качество рисунка латар и так сейчас у нас с вами происходит заключительный этап производственного процесса розлив готового продукта мы разливаем тестовый продукт в пэт бутылку нас есть асептическая линия розлива где и бутылкой крышечка обрабатывается перекисью водорода озонированной водой чтобы максимально обеспечить сохранность продукта дальше мы продукт в бутылке храним у себя на складе в холодильнике отслеживаем свойства тестируем дегустируем смешиваем с кофе то есть пытаемся понять нас рецептура устраивает или нет если все хорошо рецептура нас устраивает на сто процентов мы дальше этот продукт масштабируем уже производим на большом заводе на большой площадке а продукт в упаковке тетропак и так обрабатывается наша бутылка сначала бутылка ополаскивается специально подготовленной озонированной водой у нас есть своя установка дальше и крышка и бутылка обрабатываются специальным раствором перекиси водорода это обеспечивает полностью асептичную бутылку и крышку и хранение продукта после этого происходит розлив с этого бака туда встроены танзодатчики которые замеряют объем необходимый нам в бутылке и аппарат наливает ровно ту дозу которая нам нужна после этого идет укупоривание продукта сверху накручивается крышка защелкивается до специального такого щелчка то есть и руками так не можем закрутить и готовый продукт выпускается на накопительный стол дальше этот продукт как я уже говорила едет наш холодильник и мы проводим отслеживание качества и выбираем рецептуру вот это еще не готовый продукт сейчас мы его еще не пробуем тестовый продукт должен постоять минимум 24 часа в холодильнике полностью охладиться до температуры 4 градуса все компоненты должны провозаимодействовать химически друг с другом после этого мы берем эту бутылку и вся наша рэнди команда собирается вместе и мы данный продукт дегустируем пробуем вместе с кофе в разных сочетаниях обмениваемся мнением заполняем специальные чек-листы там нравится не нравится да как он соединяется с разными видами кофе как рисуется как сбивается пенка и так далее вот на разработку одной рецептуры продукта уходит ну не меньше чем 20 вот таких производственных тестов например кокосовый продукт наш мы тестировали около 100 раз поэтому это такой долгий но достаточно интересный труд ну что наша день в нашей лаборатории закончился закончился он удачно розливом а наши новые рецептуры которые мы будем позже тестировать и принимать дальнейшие решения мы были рады вас сегодня видеть с катей мы показали нашу лабораторию наш инновационный центр рассказали как создаются новинки и надеемся что в дальнейшем вы увидите наша уже новинку фундучное молоко на полке магазинах кофейнях но уже в упаковке тетропак когда мы будем готовы финальную рецептуру уже производить на мощностях большого завода большом объеме спасибо что приехали надеемся это наш не первая стрельни не первая не последняя встреча а если у вас остались вопросы напишите нам пожалуйста их в комментариях будем благодарны спасибо спасибо пока что друзья вот так пролетел весь день вместе с командой файф с в их лаборатории спасибо им большое за то что впустили на свою эту обиды разработок мало кто из таких крупных до компании игроков пускает и показывает как же они это все делают и придумывает мне безумно нравится этот продукт я рекомендую вам обороте чисто сердечное так скажем при признание и я об этом писал еще в марте и потом летом писал и вот мне недавно рамиль это шеф-борис на наших кофейн флют они свой конопелу мне тоже написал что наши кофейни переходит на этот продукт ну качество качество решает если у вас остались какие то вопросы обязательно пишите в комментариях я перешлю это девчонкам они ответят этого не последняя наш ними ролик будем делать еще обзоры продуктов именно посмотрим как это взаимодействует с кофе но и напоследок разыграем напишите разыграем три коробочки три пакетов напишите в комментариях помимо того что если вопросов девчонкам пишите вопросы а также какое альтернативное молоко вы пьете вы любите этому бренда это могут быть вкус и например мне нравится вот кокосовая от 5 с кокосовый банановый от 5 с пишите какой нравится вам будет интересно почитать а с вами был канал сварчица сергей увидимся пока